Друзья, всем привет! С вами канал Будды Гришна. Маргарита Симоньян в свойственной ей манере выступила относительно обращения Пугачевой и сделала весьма и весьма пикантное, интересное, скажем так, заявление. Друзья, прежде чем мы начнем говорить на эту тему, напомню, что совсем недавно я вам показывал, как по федеральному телевидению выступил Булат Сафин. Я вам рассказывал про бесплатное списание долгов. Ну, кто-то написал, что действительно, что-то как-то странно, бесплатное списание, понабрал кредитов, не платишь, видимо, какие-то мошенники, что-то такое. Я тоже, как-то понимаю, с недоверием отношения, но настолько много положительных отзывов от людей, которые смогли скинуть где-то ермо этих долгов бесконечных, закредитованность населения, вы знаете, просто страшная абсолютно. Но люди боятся обращаться и к таким людям, потому что уже боятся, в принципе, надувать со всех сторон. В данном случае Булат Сафина пригласили на федеральное телевидение, учитывая огромное количество отзывов положительных от людей. И он там рассказал о том, как это делается, о том, что это абсолютно законно, о том, что есть несколько способов списания долгов без банкротства, повторюсь, законных способов, без банкротства и потери имущества. Сейчас очень много, еще раз повторюсь, таких людей. Поэтому, друзья, недавно я вам рассказывал, буквально вот несколько дней назад, о нем. И вам хочу сказать, что раз в месяц он проводит, плюс ко всему, вот есть добрые люди на свете, что называется, розыгрыш среди всех, кто обратился за месяц и выбирает одного человека, кому бесплатно оказывают они помощь по списанию долгов. Это вот действительно, знаете, что называется, люди, которые несут в себе какое-то доброе такое начало, потому что вы знаете, что в этой сфере людей, которые пытаются преследовать свои узкокоростные цели и там, скажем, наживаться на людях очень много, тем более, когда человек в такой ситуации. Поэтому, друзья, для участия в розыгрыше вам достаточно перейти по ссылке, ссылочка в закрепленном комментарии будет и в описании к видео, переходите, значит, регистрируйтесь для, если вы попали в такую сложную ситуацию, для участия в розыгрыше на списание долгов, бесплатное списание. И также там есть ссылочка на чат, лично с Булватом Сафиным, он отвечает буквально за пять минут, ваша ситуация будет полностью детально разобрана и даны будут практические рекомендации, как это можно сделать, чтобы из этой ситуации выйти. Не стесняйтесь, не бойтесь, пользуйтесь, потому что это инструмент, который представляют действительно профессионалы, которые, ну а бы кого на федеральном телевидении не пригласят. Мы с вами это понимаем. Поэтому это не, знаете, не значит, чтобы он набрал кредитов там и не платишь и делаешь, что хочешь. Нет, разные будут обстоятельства. Мне тоже писали, кто-то, не знаю, берет ипотеку, застройщик, например, не сдаёт дом. Люди оказываются, так сказать, вот в такой ситуации, когда должны банку, а как, как, что делать? Разные, много бывает ситуаций, поэтому, поэтому не бойтесь, обращайтесь. Ссылочка в закрепленном комментарии и в описании к видео. Друзья, ну теперь, что называется, к нашим вернемся баранам. Маргарита Симоньян заявила буквально следующее, что в своем обращении Пугачева написала, что жертвовала, включая, там, помимо всего, личной жизнью, личной жизнью ради россиян. И она указала, сколько было у нее браков, сколько отношений, и, среди прочего, сказала о том, что давайте посмотрим лучше. К десятилетии эта женщина жертвовала своим здоровьем, ладно, здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, чтобы петь для вас. Ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой, не построив себе замки, не получив несколько гражданств, не заработав хренову уйму денег, и дай бог ей здоровья. Нет, она жертвовала собой, она, мать Тереза, отдавала все, а самое главное, отдавала свою личную жизнь. Это говорит человеку, у которого только официальных браков было несколько, а уж неофициальных отношений вся страна за ними наблюдала годами, десятилетиями, и это называется жертвовать личной жизнью. А то, что с последним официальным браком не повезло, и мальчик оказался геем, так это же, собственно, ее выбор. Ну, кто ее заставлял? Были у нее и прекрасные мужчины, один мне даже очень нравился в детстве, помните такого? Давайте покажем. Челобанов такой. Ну, друзья, вы сами все слышали, собственно говоря, о том, что вышла замуж за мальчика нетрадиционной ориентации, так это она сама виновата. Ну, вы помните, Симонин, в принципе, и раньше делал такие заявления относительно ее мужа, заморского гастролера. Ну, что сказать? В общем-то и целом мы с вами рассматривали материал относительно Голубого лобби. Да, вот прокураторов, когда говорили, там была статья о том, что, собственно, с 90-х годов, кто-то писал, что она выступала с хором американских геев, еще с 85-го года она Моисеева тянула, там, говоря о том, что какие-то там романтические отношения. Ну, по-моему, все прекрасно понимают, что Моисеев был не совсем, скажем так, да, все-таки цвет неба был ему ближе, с моей точки зрения, да, и мне кажется, все это понимают. Поэтому здесь, вы знаете, действительно очень вопрос такой интересный. Почему? Потому что, если говорить про Киркорова, вот она говорит только про Галкина, внесенного в перечень физлицополонящей функциональностерного агента на территории РСК Министерства МРФ. Но если говорить про Киркорова, там тоже, наверное, возникнут вопросы, если вы посмотрите его и танцы, и, в принципе, его поведение, да, и, скажем так, детей, как и у Лазарева, как и у еще у кого-то там, дети появляются совершенно вообще непонятно откуда в раз, у одинокого, у меня всегда вызывают подозрения, когда у одинокого мужчины появляются дети. Вопрос, а где женщина? Ну да, там какие-то суррогатные матери, там еще что-то, но все-таки вопрос возникает, согласитесь. То есть, не знаю, может быть, я отстал, конечно, от жизни, но для меня как-то мама, папа, вот дети родились, ну, женщины, мужчины, именно родились дети, они стали мама и папа, как-то это, ну, классическое. А когда много денег, вдруг люди, скажем так, создают семьи, исходя из того, что, ну, многие, практически вся страна, что называется, не то, что шепчется, но говорит о том, что, слушай, ну, он же вроде цвета неба, да, ну, как, ну, для чего, а что это для продвижения, или в чем смысл-то вообще этого всего действия, скажем так. Поэтому мне интересно, что вы думаете на сей счет, на заявление. Кто-то критикует Симоняна, кто-то говорит, что, а какое право она имеет лезть в личную жизнь, а какое право, так здесь момент другой. Я вот считаю, что Симонян здесь критиковать не за что. Почему? Пугачева сама в обращении нам говорит, что я жертвовала личной жизнью ради вас. То есть она сама говорит о своей личной жизни. И, естественно, оппонируя, Симоняна имеет возможность, оппонируя, заявлять о ее личной жизни, потому что Пугачева сама начала об этом разговор, что она жертвовала личной жизнью. Но она не то, что не жертвовала, она только и успевала, что называется. А вот с 90-х годов вот эти заигрывания с мальчиками цвета неба, они действительно вызывают вопрос, а зачем это делается? Зачем это делать, если ты понимаешь, что это люди, скажем так, вот такие? Я тоже не очень понимаю, для чего это делается. Чтобы их продвинуть, вопрос, сок терпеть человека. Поэтому у меня нет ответа, но, тем не менее, есть мнение, Симоняна. Что вы думаете нас еще, друзья? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Со всей сети все самое интересное в одном месте. Политика с моими комментариями. И Рутьюб, канал Будда Гришна. Тоже подписывайтесь, там больше политики. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.